Всем привет! На связи Влад из Sellerboard и добро пожаловать на Sellerboard Show. Сегодня у нас вторая часть интервью с Кевин Кингом. Поговорим о ключевых словах, о том сколько и как их нужно собирать, как найти прибыльные ключевые слова. Кевин рассказал мне о своем продукте. Если вы хотите знать, что именно продает, причем назвал его, что именно продает Кевин, то смотрите это видео. Также мы поговорили о сборе отзывов, как Кевин собирает себе отзывы и как китайские хакеры это делают. Когда Кевин рассказывал, я подумал, что, наверное, он еще не знает, как наши хакеры накручивать ревью. И о запуске продукта, о PPC, Фейсбуке, рекламе через инфуенсеров, tools, которым Кевин пользуется. И в конце самое интересное, Кевин поделился с нами секретом. Он рассказал о секретном отчете в центр, которого нет в нормальном аккаунте, но можно попросить в суппорт включить этот отчет и о том, как пользоваться этим отчетом, чтобы оптимизировать свой листинг. Так что подписывайтесь на канал, ставьте нам лайки, будем очень благодарны и начинаем шоу. Но перед тем, как начнем, позвольте упомянуть нашего спонсора. А наш спонсор это Sellerboard. Sellerboard это наш сервис анализа прибыльности. Если вы продаете по системе Private Label или Online Arbitrage, то, наверное, вы сталкивались с тем, что трудно оценить вашу прибыль. Потому что в Amazon есть куча разных списаний, которые, часть из них видны в Seller-центре, часть закопаны где-то глубоко в отчетах. И это довольно-таки трудоемко и трудно оценивать каждый день, сколько же именно вы заработали денег. Так вот, для этого вы создали наш сервис. Регистрируйтесь, ссылка в описании Sellerboard.com. У нас бесплатный месяц стрела. И знайте ваши числа. Кевин тоже об этом говорить в интервью. Нужно понимать свои финансы. А теперь поехали. Давай поговорим о ревью. Сейчас много продавцов, у которых уже очень много ревью. И трудно конкурировать, если ты стартуешь в нише, где есть чувак, у которого четыре с половиной тысячи ревью. Да, но если это только один такой чувак, то, возможно, у вас получится. Будет очень трудно, если несколько таких людей, то есть если на всей первой странице большое количество ревью. Кстати, Amazon собирается поменять эту систему. Ходят слухи, что они хотят показывать теперь вместо того, чтобы показывать четыре с половиной тысячи цифру, они будут показывать пятьсот плюс. Если это произойдет, то у нас будет возможность лучше конкурировать. Amazon делает это потому, что рынок немножко стал статическим. Если в какой-то нише уже несколько человек набрало большое количество ревью, то эта ниша стагнируется, и в ней мало инноваций. Amazon хочет сделать приятно клиентам. Я надеюсь, что это скоро поменяется. Это пока еще не точно, но это было бы круто и для клиентов, и для новых продавцов, и просто для продавцов как нас. Но если говорите сейчас, если вы собираетесь стартовать в нише, где два-три человека, у которых очень много отзывов, то это будет трудно. Возможно, вы все равно можете продавать в этой нише, будете номер четыре или номер пять, и все равно будете делать много денег. Это все зависит от ключевого слова, от ниши. Возможно, если вы будете на пятом месте, вы не будете продавать пятьдесят в день, а десять, но все равно зарабатывать достаточно денег. Вам не обязательно конкурировать за первое или второе место. Иногда люди на пятом месте по хорошему киворду и просто разрывают. Самое главное — попасть на первую страницу. Вам надо быть в первых парочке, в первых пяти-десяти местах на первой странице. То есть вам нужно найти такие киворды, по которым вы будете на первой странице, до десятого-двенадцатого места. И если у вас несколько таких кивордов для ваша опыта, то вы будете по каждому из них зарабатывать пару продаж, и в сумме это может быть окей. Также большинство продуктов продаются по трём-восьми кивордам. То есть три-восемь кивордов делают 80-90% продаж для большинства продуктов. Если вы найдете очень много лонг-тейл кивордов, то есть нишевых кивордов, возможно, вы добавите 10-15% продаж. Но, в принципе, вам надо найти те три киворда, по которым вы больше всего продаете, и оптимизировать их, сфокусироваться на них. Знаешь, Кевин, есть некоторые тулзы, которые помогают находить нишевые киворды и собирают эти киворды. Как ты считаешь, ты пользуешься такими тулзами? Нет, раньше я это делал и пытался засунуть как можно больше кивордов в листинг. И я собирал эти киворды с помощью разных утилит, по 700 кивордов на каждый продукт. Но я этим больше не занимаюсь. Я обычно оптимизирую название продукта, сначала делаю его немного длинным, чтобы понять, какие восемь кивордов или какие из этих восьми кивордов, которые я туда попихаю, лучше всего продают. И через месяц или два я опять меняю заголовок, делаю его коротким, чтобы сфокусироваться на двух-трех кивордах, которые идут лучше всего. Когда у меня есть данные, я меняю заголовок и делаю его короче, чтобы сфокусироваться на двух-трех кивордах, а все остальное я засовываю в bullet point. Я фокусируюсь, чтобы мой листинг стал более релевантным. У меня нету доказательств, но я считаю, что Amazon дает вам кредит за фокус. То есть, если у вас сотни ключевиков в вашем листинге, то это, я считаю, хуже, чем если у вас меньше ключевых слов. То есть, в данном случае, меньше работает лучше. Зато у вас больше релевантность. Название супер важно. Название листинга супер важно для рэнкинга. Это самое-самое важное. Но также важно поле subject matter в бэк-энде. Не поле search terms, а именно subject matter. И, конечно, вам нужно оптимизировать ваши картинки, потому что они важны для конверсии. Люди покупают глазами. Я верю в то, что большинство людей не читают тексты вообще. Спросите сами себя, как часто вы покупали на Amazon вообще не читая листинг? Я всегда смотрю на картинки и, может быть, на название. Возможно, это будет поинт. Окей, если это какой-то технический продукт, то, наверное, вам надо знать его характеристики. Но в большинстве случаев люди не читают тексты. Вам нужно сфокусироваться на картинке. И я знаю много продавцов, которые не делают хороших картинок. Вернёмся к твоему вопросу о ревью. Многие люди спрашивают меня, как заработать ревью, чтобы можно было конкурировать. Ты можешь заниматься Black Hat. Можешь попросить друзей и семью. Некоторые работают через фейсбук-группы, предлагают людям дать деньги. Я не рекомендую эти методы. Они против Terms of Service. Я всегда говорю, что ревью занимает время. Это не получается быстро. Но сделайте хороший продукт, который хорошо решает проблему, и люди будут рады написать вам ревью. У меня есть продукт. Это специальная миска для собак, с помощью которой собака может медленно кушать. Раньше моя собака съедала всю миску за 20 секунд, и потом у неё болел живот, и она ходила и пердела. Теперь она кушает медленно. Владельцы собак очень любят этот продукт и гордятся своими собаками. Мой продукт решает проблему, и люди довольны. Это очень квалитативный продукт, очень хороший. Вы, если хотите получить ревью, вы можете использовать Early Review, программу в Америке. Это стоит 60 долларов, и вы можете получить 5 ревью в Европе. Это по-другому. Можно пользоваться Вайном. Если вы вендор, но Вайн только для вендоров стоит 2500 долларов. Вы можете сделать это. Вы можете пользоваться инфлуенсерами. Вам нужно построить хорошие продукты, систему. Я не пользуюсь имейл-фоллоуапами. Я их выключил, потому что мне не нравится, когда люди просят оставить отзыв. Может быть, это только моё мнение. Я не люблю, карточку вкладывать в продукт и на ней просить людей ставить ревью. Иногда это очень хорошо работать. Но самое главное, вам просто нужен хороший продукт. А ревью, это занимает много времени, пока они наберутся, но они приходят сами. Нужно набраться терпения. За две недели трудно попасть на первую страницу, где большие парни продают. Я говорил раньше для моих продуктов, обычно у меня это отметка 6 месяцев, чтобы добраться до прибыли в 2000 долларов в месяц. Обычно мой первый заказ в зоне большой, я не из тех, кто тестирует рынок, заказывает 10-50 единиц. Я всегда иду all-in, покупаю 500 или 1000 единиц товара, и я не верю в тест ниши. Если вы тестируете на маленьких количествах, то у вас не бизнес, вы просто играетесь. То есть я иду all-in, и обычно на первом заказе я не делаю никакой прибыли. Я, возможно, сделаю break-even, то есть верну свои деньги, но вкладываю всё в PPC и делаю giveaway, если остается какая-то прибыль. Сейчас появилась новая возможность PPC таргетирования продуктов. PPC улучшается, он улучшает их. Вы можете таргетировать страницу, на которой будет показываться ваша реклама. И также они только что выпустили динамический бидинг. То есть в зависимости от того, где вы хотите быть показаны, на какой странице ваш бид будет изменяться динамически и автоматически. Всё идёт к тому, что, чтобы запускать продукты, чтобы продавать успешно на Amazon, вам нужно будет потратить деньги. Вам надо потратить на PPC, потому что PPC сжирает всё больше и больше бюджетов, потому что PPC становится дороже. Кевин, так что у нас получается? Ты сказал insert, то есть карточки внутри продуктов, с просьбой о review, мы говорили про early reviewer program. Ты упомянул enhanced brand content, giveaway influencer of PPC. Это полный список твоего рецепта для лонча или я что-то пропустил? Нет, это более-менее всё. Я не делаю никаких серых и чёрных тактик. Некоторые китайские хакеры делают вот что. Они находят мёртвый листинг, неактивный листинг. То есть некоторые люди не стирают свои листинги после того, как они прекращают продавать продукт. Например, потому что продукт не приносил денег, но они просто его оставляют и не стирают. То есть листинг неактивный, но возможно у него несколько сотен review. И с помощью хэка в Vendor Central они могут поменять всё, они могут поменять картинки и тексты у этого продукта, но review останутся. Таким образом, они запускают новый продукт, у них уже сотни review. Ну, естественно, они продают другой продукт, то есть вы начинаете читать review, а они относятся к другому продукту. Например, если они продают что-то для фитнеса, возможно, там будет review какого-то кухонного прибора. Но просто большинство людей не читают review, они просто смотрят на продукт, на картинки, на количество звёзд и покупают. Амазон поменяет скорую систему Vendor и Seller Central, а в 2019 году они выпустят унифицированный аккаунт, то есть один и тот же для Vendor и для Seller Central. И возможно, что этот хэк перестанет работать. Скажи, что ещё бы ты порекомендовал для старта продукта? Окей, с помощью того момента мы получаем review более-менее органично. Что ты ещё порекомендуешь? Может быть, внешний трафик? Да, я всё это делаю. Я сильно вкладываю в PPC, не дожидаюсь, пока у него будет review. Некоторые говорят, что нужно заработать первые пять reviews, а потом стартовать PPC. Я не верю в это. У тебя просто без review маленькая конверсия, но это не страстно. Тебе нужны вначале просто продажи, поэтому я сильно вкладываю в PPC. Я занимаюсь Facebook, делаю специальные предложения через Facebook. У меня есть список своих клиентов, которые я набрал за последние годы. Я работаю с инфлуенсерами, которые тестят мой продукт. Я делаю giveaways. То есть, делаю YouTube-видео, делаю акции, где раздаю по 30 продуктов, и люди могут выиграть что-то бесплатно, посмотрев YouTube-видео, например. Окей, с лаунчем разобрались. После лаунча. То есть, продукт запустился и дошел до позиции, где ты хотел, чтобы он был по главным кьюордам. Сколько ты вкладываешь работы в то, чтобы поддерживать эту позицию, или после этого это становится пассивной историей? Когда ты достиг своей цели в плане рэнкинга, это становится более пассивным. Я пользуюсь тулзами, чтобы следить за своими листингами, потому что Amazon может в любом моменте что-то поменять, и у тебя изменятся рэнкинги. Я никогда не отключаю PPC, оставляю PPC всегда, даже если я на первой странице. Я уменьшаю немного бюджет, чтобы не тратить так много, как при запуске. Но все равно я его оставляю PPC. Но если вы в конкурентных категориях, трудно оставаться на первой странице или вверху первой страницы. Но если вы выбираете категории, которые не настолько горячие, не с таким огромным количеством продаж, то есть у которых BSR не 300, 500, 600, а скорее 8000 или 10000, то вы сможете оставаться на первой странице дольше. И вы не будете такой интересной целью для хайджекеров, это лучше. Окей, давай теперь поговорим о тулзах. Что бы ты порекомендовал для Product Research, поиска товаров? Для поиска товаров я бы порекомендовал Helium 10. У них несколько тулзов, все очень хорошие. Есть еще некоторые другие производители тулзов, но я думаю, что Helium 10 это самый лучший. Если у вас есть бюджет, можете попробовать Helium 10 или Viral Launch. Я знаю, есть другие на европейском рынке, но они все сравнимы. Если бы я выбрал один, я бы выбрал Helium 10. У них хорошие данные. Пожалуй, для меня это самый лучший выбор. Вам нужны тулзы для кейвордов, которые помогают вам делать ресерч по кейвордам, то есть находить хорошие кейворды. Также вам нужен тул для трекинга вашей прибыльности, как SailorBoard. Я знаю, что Helium 10 тоже добавил калькулятор прибыльности, но SailorBoard намного детальнее показывает эту информацию. Так что, если вам нужно что-то простое, то можете попробовать Helium 10, но обычно я пользуюсь чем-то более детальным для анализа прибыльности. Ты говорил, что несколько кейвордов, 3-8 кейвордов генерируют 90% прибыли. Мой вопрос – откуда ты знаешь, какие именно, и вообще откуда ты знаешь, что это так? Дело в том, что раньше были доступны внутренние данные Амазона, и это все хэкинг и довольно серая схема, но я знаю людей, у которых был доступ к данным внутренним отчетам Амазона, и оттуда идут вот эти оценки. Если мы сейчас выберем продукт, например, скакалку, я знаю, это плохой пример, но все же, и я хочу понять, какой кейворд поставить в заголовок моего листинга для этого продукта. Как это сделать? Если бы я запускал скакалку, я бы посмотрел в Helium 10 серебро, это один путь, или я просто бы зашел в Амазон и вписал бы ключевик скакалка, Jam Probe, и посмотрел, что приходит в виде результата. Потом вы можете использовать X-Ray или любой из Chrome-экстеншенов, кстати, у SolarBoard тоже есть, или Jungle Scout, и посмотреть на первой странице поиска по слову скакалку, сколько примерно продаж делает каждый из листингов. Вы можете взять и скопировать осины этих продуктов с первой страницы результатов поиска, использовать Helium 10 серебро, и этот тул анализирует все десять осинов и выплюнет обратно набор кейвордов, по которым эти продукты ранжируются. И если вы видите, что из десяти продуктов семь выходят, ранжируются по слову Skip Rope, не Jump Rope, а Skip Rope, то, наверное, Skip Rope – это хорошая идея. Вам нужно подумать, не хотите ли вы по нему оптимизировать. Я показал этот процесс на своем сайте thefreedomticket.com, а там бесплатный вебинар, и я показываю, как это сделать. Вам не надо покупать курс, там просто есть записанное видео. Зайдите на freedomticket.com и посмотрите первый час, я показываю это детально. Возможно, вам не нужно использовать самое горячее слово, как скакалка Jump Rope. Я обычно пытаюсь оптимизировать одно из менее конкурентных кейвордов. В Амазоне каждое слово из вашего заголовка получает немного любви от алгоритма, если вы делаете продажу. То есть, например, у меня в заголовке Jump Rope и Skip Rope. Если я продал по слову Skip Rope, то Амазон ранжирует лучше, дает мне какие-то пункты на слово Skip Rope. Но даже если я не продал по другому ключевику, который тоже в моем названии, оно тоже получает какой-то бонус этот. То есть, со временем, если я хорошо начинаю ранжироваться по слову Skip Rope, а Jump Rope у меня тоже в названии, то я начинаю ранжироваться лучше и по Jump Rope, хотя я по нему не продавал, и, соответственно, со временем начинаю продавать по всем словам, которые у меня в названии. Кевин, еще один вопрос перед тем, как мы поговорим о твоей Mastermind группе. Расскажи нам, пожалуйста, какой-нибудь секрет, какой-нибудь хак, что-то, что мы сможем использовать. Конечно. Окей, давай подумаем. Хорошо. Если вы уже продаете на Амазоне, это только относится к Private Label. Вы можете открыть новый отчет. Знаете, в Seller Center есть разные репорты по рекламе и так далее. И там есть один отчет, который Amazon не показывает в Seller Center, не знаю почему, но вы можете открыть тикет для суппорта в Амазоне. Я не уверен, что это работает в Европе, я думаю, да, но в Америке точно. В этом тикете вы можете попросить саппорт включить вам Category Listing Report. Он называется Category Listing Report. И они вам его включат обычно на неделю или на месяц, но это временно. Они напишут вам, окей, мы включили вам этот отчет. Вы можете скачать этот отчет, открыть его в Excel. Он выглядит примерно как Flat File Template для вашей категории. Flat File – это файл, через который вы можете закачать данные в свой листинг. И у этого файла примерно такой же формат. Этот отчет – это фактически макет для вашего ASIN. То есть в нем есть разные поля, и некоторые из них видны в этом отчете, но их даже не видно в Seller Center в Backend. Большая их часть, они есть в Flat File. И теперь вы можете сравнить колонки из категории листинга чего-то, например, Subject Matter, или колонку Intended Use. Вы можете сравнить с Seller Center или с Flat File. И сравнивая название этих колонок, вы можете примерно понять, что нужно написать в это поле, потому что некоторые из них не задокументированы. Например, Intended Use – что нужно написать, перчатка для гриля, или Intended Use – это назначение – что нужно написать, перчатка для гриля, или готовить мясо. Если вы еще при этом скачаете Browse Tree Guide, то есть Browse Tree Guide – это информация о том, какие бывают категории в Амазоне. И скомбинируетесь с Seller Center, с Seller Center и с Flat File, то вы можете понять лучше, какие поля в вашей категории более важны, и какие туда нужно писать значения. И когда вы это поймете, то заполните эти поля через Flat File или через Backend в вашем листинге. То есть, например, иногда таким образом вы можете повлиять на фильтр. В Амазоне слева есть фильтр, когда люди ищут, они могут там выбирать разные критерии, и результаты поиска фильтруются по этим критериям. Иногда таким образом вы можете найти какие-то хорошие значения, хорошие поля, которые влияют на вот эти вот критерии фильтра. Ваш продукт будет более оптимально показан, когда люди фильтруют. То есть, что мне дает этот категории листинг-репорт? Показывает, как должен выглядеть правильный продукт? Нет, он тебе покажет, что не хватает в твоем листинге и что неправильно. Иногда во Flat File поля названы непонятно. Например, поле Subject Method, возможно, называется как-то по-другому, и вы не поймете, что вписывать в это поле и какое это имеет значение. Но сравнив Flat File и ваш backend с категорией листинг-репортом, вы можете лучше понять, какие поля, что означают эти поля. Окей, прикольно, Кевин. Мне кажется, я понял, что ты имеешь в виду. Когда мы скачиваем Flat File, то есть файл, с помощью которого мы можем заполнить листинг, этот файл пустой. То есть, мы видим, какие у листинга должны быть поля, но мы не видим, какие данные сейчас заполнены в нашем листинге через Flat File. Мы можем посмотреть, что у нас написано в листинге в Seller Center в бэкэнде, но проблема в том, что иногда в бэкэнде не хватает каких-то полей. А с помощью категории листинг-репорта мы, получается, скачиваем полностью все состояние нашего листинга, даже те поля, которые не видны в бэкэнде, и видим, что в них написано. Да, именно так. О, прикольно, прикольно. Спасибо, Кевин. Кевин, ты говорил про поле Subject Matter. Объясни более подробно, что это такое. Поле Subject Matter, оно есть в бэкэнде в Seller Center. Знаете, там, где у вас поля для кейвордов? Backend Keywords. Там есть, недалеко от этого места, есть еще одно поле, которое называется Subject Matter. Это 5 строчек по 50 букв, и оно довольно важно для ранжирования. Я даже умудрялся ранжироваться по определенным ключевикам, только заполнив их в поле Subject Matter, вообще оставив все остальное пустым в листинге. Я заполняю его обычно так. Я повторяю фразы в этом поле. То есть, например, если мы говорим про скакалку, то я пишу скакалка, запятая скакалка для детей, скакалка для женщин, и дальше в следующей строке skip rope, skip rope, strong и так далее. То есть, для каждого из моих самых важных ключевиков я строю такие фразы и повторяю их в этом поле. Кевин, это прекрасно. Спасибо. Ты рассказал нам много полезных советов. Я бы очень хотел попробовать это. Может быть, я найду кого-то, кто мне покажется в Seller Center, и мы вместе откроем этот репорт. Кевин, скажи, где можно тебя найти? Вы можете посетить мою страницу amzmarketer.com. Я не пытаюсь продать вам какой-нибудь курс, но у меня там есть курс для новых людей, стоит 1000 долларов. Я для своих клиентов каждый понедельник делаю звонок, где мы все обсуждаем. Я делаю его сам каждый понедельник, то есть не ассистент. Также можете зайти на freedomticket.com. Там есть вебинар на английском. Посмотрите первый час. Это хороший тренинг, как мы говорили про ключевые слова, например. Вторая часть вебинара – это информация о курсе. Если вам интересно, то посмотрите. И я думаю, что вы сможете выучить что-то в моем вебинаре, даже если, не важно, вы новый или опытный продавец. Также у нас есть Mastermind-группа Illuminati Mastermind.com. Это наш тренинг для людей, которые продают как минимум на 25 тысяч долларов в месяц. То есть обычно для опытных продавцов, которые хотят перейти на следующий уровень, мы обсуждаем эксклюзивные вещи, там разные сумасшедшие маленькие хэки. В данный момент эта группа закрыта, но мы скоро опять ее откроем. Вы можете оставить там свой имейл, и мы вам напишем. И это... Кевин, я слышал Illuminati Mastermind. Я слышал, что это суперэксклюзивно. Так что, ребята, посмотрите. Кстати, я был на твоих презентациях в Европе в прошлом году. И, ребята, хочу вам посоветовать, если вы не видели Кевина, то... И у вас есть шанс, то воспользуйтесь тем. Кевин всегда рассказывает много интересного и много конкретных, полезных трюков. Глубокая, всегда глубокая презентация. Так что, если вы собрались на конференцию, то выбирайте такую, где Кевин будет говорить. Да, и, кстати, скоро я буду в Праге на European Seller Summit. Это в конце марта. Я буду делать там доклад. Кстати, это недалеко от вас, ребята. Вы можете приехать. Да, я думаю, что я поеду туда на машине. Так что, дорогие слушатели, если хотите встретиться со мной или с Кевином, то приезжайте. Кевин, огромное спасибо тебе за шоу. Всего хорошего тебе. И надеюсь, что мы скоро увидимся. Да, наверное, в Праге. Счастливо. Всем пока. Ребята, спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть пользуйтесь FBA, а даже если и не пользуетесь, то Seller Board поможет вам знать точно вашу прибыль. Если вы слушали внимательно, Кевин тоже об этом говорил. Мы рассчитаем вашу прибыль в режиме реального времени, чтобы вы могли концентрироваться на своем бизнесе и на росте. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок